всем привет поговорим сегодня сборочки mx17 с пятью рабочими столами но тут я кое-что в нее добавил и в принципе она сейчас является хорошим конструктором для создания ваших собственных сборок значит какой был недостаток вот если нажать на эту клаву создание live usb вот у меня лично какие только варианты я не пробовал а вот не создает она и все и стандартной программы отформатировать флешку тоже не было так вот смотрите значит делаем такую вещь то есть я умудрился в эту сборку воткнуть программу сейчас мой парольчик заведем и отформатирован флешку как видите все нормально форматируется дальше значит она замечательной особенностью я уже говорил является программа для создания своих изо образов вот я сейчас на другом разделе попробую сейчас посмотрим вот я сейчас попробую подсоединить раздел на где мы будем делать делать изменения сохранять снимочки не тот раздел на котором у нас находится сама программа а именно вот тестовый раздел куда мы и запишем значит вот нашу скажем так сборочку которую мы решили сделать но пока я сверну ее вот смотрите выбираем папочку здесь выбираем тест открываем ее снимочки все пойдут вот сюда ну дальше я уже говорил что вот теперь эта опция позволяет во первых раздавать уже сразу ваши сборки которые будут выглядеть вот так как у меня сейчас вот значок на установку он уже здесь выведен единственное что если вы делаете свою сборку но которая пойдет для других пользователей значит делать ее нужно на отдельном разделе жесткого диска и никакие пароли сюда не заводить вы можете поставить дропбокс вы можете поставить файл фоксе в гугл хроме никаких паролей не заводить нигде мы поставили допустим skype тоже программа поставлена поставлена делайте для людей людей свои пароли туда не заводите вот собой принцип один если делать свою сборку на которую будете записывать для других значит этого быть не должно все теперь значит нажимаем на кнопочку дальше нажимаем ok и процесс пошел итак создание образа закончена ну что первым делом давайте посмотрим каковы же размеры ну это легко определяется 2,3 гигабайта очень компактная сборка потому что в ней 5 рабочих столов и тут масса программ которые я поставил пойдем дальше ну любой изообраз всегда я проверяю на виртуал очки поехали настроим носители выбрать образ где у нас тут здесь тест вот он он давайте посмотрим как все это дело будет выглядеть ну enter нажмем грузится довольно таки живенько и вот примерно вот таким вот образом будет выглядеть у вас значит созданная вами сборочка ну сейчас еще пусть подгрузится все остальное немножко подождем ну и еще коночки ну вот у меня почему то тут даже две получилось по панельки ну это уже как говорится скажем так особенности давайте посмотрим панель параметры ну вот у нас всего лишь две панели ну ладно скажем так отнесем это к особенностям в сбрыгках виртуальной коробочке в любом случае вот значок установки установщика программ есть значит нажимаете на него и вот эту свою сборочку начинаете как говорится устанавливать туда куда вам желательно закрываем ну что дальше значит толковой программы я вам говорил что на самой официальной на самом официальном дистрибутиве для форматирования не нашел значит вот поставил вот эту также значит нет толковой программы для записи изообраза вот она тут присутствует а ну попробуйте-ка вот у меня он ничего не определяет ну поставил я другую программу вот посмотрите давайте изообраз поищем так тест вот сюда записать две единички ну и вперед и с песней то есть вот разработчики дистрибутива они что-то там пытались сделать ну вот две такие важные программы так как форматирование флешек и установка и запись изообразов на флешку программы которые они предоставили для пользователей они к сожалению не работают если еще допустим флешку можно отформатировать в джепартиде то вот записать на флешку при помощи вот этой программы которые они предлагают ну лично у меня вообще не получилось ну ладно ждем дальше еще раз хочу обратить ваше внимание вот посмотрите видите значком слежа обозначен раздел на котором я сейчас нахожусь седьмой раздел 50 гигабайт в развернутом виде у меня сборочка заняла 9,25 с пятью рабочими столами у меня линукс мин цинамон вот один занимает 9,10 а здесь то же самое пять рабочих столов на которых можно полноправно и полноценно работать со всеми со всеми программами занимает вот такое вот местечко ну что значит действительно создатели и разработчики MX-17 проделали изумительную работу за что им скажем так нужно просто-напросто в ножки поклониться ну вот образ мы записали закрываем все это дело я сейчас значит что еще сделаю загружусь с флешки и покажу вам как все это дело выглядит на флешке и запишем прямо с флешки вот эту вот сборочку с аферами прибамбахами ну скажем так на 10-й раздел жесткого диска и так я нахожусь на флешке вот видите 2,2 гигабайта значит ну здесь у меня только один раздел подключен на жестком диске это своп а остальные ведь не подключены вот флешечка 3,72 всего заняло место на флешке вот 2,2 гигабайта как видите все как говорится без дураков и как говорят по чесноку ну и что вот вы записали флешку а с флешки вам же надо все это дело куда-то установить вот посмотрим вот у меня есть раздел жесткого диска 10-й пустой абсолютно вот форматную еще раз для надежности смотрите отформатируем его для надежности и на него будем ставить нашу звук сборочку и естественно когда поставим я загружусь в нее и вы увидите что вот здесь вот будет находиться ключик показывающий на то что мы стартовали с этого раздела и что сборку мы сюда именно и записали это вот он все дает сообщение о флешке я их просто игнорирую вот теперь значит что вот эта волшебная кнопочка установка вашей сборки вот нажимаете на нее дальше сда ну конечно сда вот у меня жесткий диск сда выборочная выборочная корневой раздел вот корневой раздел я выбираю как мы говорили десяточку своп выбираю а вот домашний я не делаю а просто мы сливаем все в один раздел то есть сборка будет слита в один раздел хотя можно добавить домашний раздел и так сказать все это дело использовать в свое удовольствие но я вам показываю вариант такой что на попроб вы выделяете там вот у меня тут 77 гигабайт выделяете раздел в него все это дело в один раздел сливаете ставите сборку тестируйте если вам нравится потом уже ставите по новой делаете значит корневой раздел делаете домашний раздел да без разницы вот поехали да да ну вот программа откинула сообщение предлагает установить загрузчик значит ну что вот сюда на изда я не против ну здесь я напишу mx17 черточка 5 5 будет обозначать количество рабочих столов пойдем дальше клавиатура значит ну у меня английская клавиатура английская английская здесь русская стоит время нормально все нормально идем дальше ну и вот желанная кнопочка готова ну готова значит готова пишет что перезагрузить я этого делать сейчас не буду а вы нажимаете на кнопочку да и так ну вот пожалуйста мы находимся на на десятом разделе жесткого диска куда установили эту программу ну вот 9,46 гигабайта она заняна так что как говорится вопросов я считаю что больше нет ставится все абсолютно нормально ставится все вот этой кнопочкой установщика ну а теперь я снова перескочу на седьмой раздел и продолжим дальше наши исследования хотя я могу сделать вот такую вот интересную вещицу смотрите я на этом разделе не нахожусь я сейчас не могу ничего сделать ну хорошо покажу на седьмом разделе ну и так я нахожусь на седьмом разделе жесткого диска ну а вот этот раздел ну что ну просто возьму его переформатирую да и все потому что я вам показывал все это ну скажем так в качестве примера чтобы вы убедились что ставится все абсолютно нормально и не сложно единственное что после этой манипуляции нужно будет несколько поднастроить перенастроить загрузчик здесь опять-таки у данного дистрибутива имеется очень такая хорошая программулина сейчас я вам ее покажу идем идем сюда восстановление загрузчика заводим пароль дистрибутива дистрибута 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 появляет сообщение вы хотите выйти из мх восстановление загрузчика да дело сделано чего тут еще дальше мы сейчас можем это дело просто-напросто проверить вот здесь потому что у меня тут штука хорошая установлена с эмулятором групп менеджер вот мы в эмулятор зайдем посмотрим как теперь у нас будет выглядеть менюшка вот mx mint что там у нас дальше еще раз посмотрим винда archmerch ну и как говорится все остальное ну можем еще разочек посмотреть все нормально устраивает иногда бывает что вот ну не хочет он закрываться хоть ты тресни ну что ты сделаешь бывает ну вот закрыли его итак загрузчик установлен значит раздел ненужный уже я удалил просто я вам показывал в качестве примера теперь еще одна очень полезная программа когда вы настраиваете свою сборку вот она time shift ну заводим две единички у нас тут стандартный пароль в настройках значит вот место вот я указал пятый раздел потому что у меня на пятом разделе значит находится домашняя папка от минцинамона ну места у меня там достаточно вот я его указываю все то есть дополнительную какую-то папочку я к сожалению здесь вот не могу установить ну а дальше значит что ну создадим снимочек вот он его будет создавать пусть он себе как говорится все это дело создают а мы немножко подождем итак программа закончила создание резервной копии ну какие недостатки я вижу ну вот пожалуйста я не вижу размеров а мне бы хотелось знать размеры ну тут можно посмотреть обзор файлов там все ну а вот размеров нет ну не будем придираться давайте просто-напросто посмотрим размеры вот здесь не хочет у меня и менеджер так ну во-первых ага программа значит вообще не дает нам посмотреть другие разделы жесткого диска ну давайте ее отключим тогда ну что поделаешь попробуем снова тоже не хочет ну зайдем джепартит и джепартит не хочет работать ну чудеса решите и так программа таймшифт оказалась довольно-таки занозистой после нее значит никакие разделы жесткого диска я не мог увидеть и не мог даже включить файловый менеджер но все-таки вот я перезагрузился давайте посмотрим что же там она такого насоздавала нам ну вот вот она давайте посмотрим ее свойства значит ну вот она показывает размер который создает вот она значит скорее всего это будет точно такой же размер как она занимает на жестком диске на джепартите скорее всего давайте джепартит тоже включим джепартите посмотрим и здесь посмотрим чем же хороша программа значит ну вот 9.3 гигабайта здесь она все еще бегает и до сих пор считает допустим вы скачали какую-то какой-нибудь дистрибутив и программой таймшифт вы значит взяли и сделали копию лично вот я сделал копию на другом разделе жесткого диска сделали копию а затем начинаете потихонечку и настраивать там поставили две-три программы сделали программой таймшифт дополнительную копию она там идет по типу приращения то есть получается как бы послойные снимки такие и на любом этапе где-то что-то у вас там не пошло вы можете при помощи программы таймшифт вернуться в то исходное состояние когда вы допустим создавали что-то там настроили но когда у вас все работало нормально ну надо же она даже немножечко еще и образ сужала 7.8 значит все-таки она умеет немножечко еще даже ее ужимать ну хорошо вот таким вот образом работает программа таймшифт а вот теперь посмотрите значит вот у меня допустим вот сейчас свободный 9 и 10 разделы жесткого диска а можно ли программой таймшифт восстановиться ну к примеру на 9 раздел жесткого диска давайте посмотрим вот допустим сюда восстановить и вот здесь я выбираю куда и указываю 9 раздел далее монтировать далее и пусть она себе восстанавливается но опять-таки немножечко подождем ну вот программа заканчивает работу идет обновление конфигурации загрузчика но это будет очень легко проверить значит ну давайте немножечко дождемся окончания установки на другой раздел жесткого диска итак получаем сообщение что значит восстановление восстановление выполнено ну закроем окошко программы и проверим у нас вот есть такая программулина сейчас мы ее запустим в ней есть эмулятор и на эмуляторе мы посмотрим как будет выглядеть меню загрузки значит так это есть что-то я сильно быстро не узрел ну давайте еще раз посмотрим так быстро исчезает здесь есть еще разочек вот на девятом разделе вроде бы пишет что есть оно легко проверяется я сейчас перезагружусь и попробую попасть на девятый раздел итак я загрузился с девятого раздела жесткого диска но это легко проверить можем значит вот здесь набрать джип 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 артит запустим зайдем в корень не хочет ну что такое ну две денечки снова заведем просто убедимся что мы на девятом разделе жесткого диска но здесь как видите никакие значит пользовательские настройки которые хотелось бы передать они не сохранились вот девятый раздел нету ни коночек да ничего тут нету то есть как там она восстанавливала все это дело программа таймшифт я не знаю но собственно говоря мне это не очень нравится ну и бог с ней есть другие программы которые восстанавливают все один в один поговорим о программе код опять фс архивер итак я перезагрузился сейчас посмотрим на каком разделе мы находимся вот таким вот образом ну сами видите что на девятом разделе программа таймшифт вроде бы как данные то все остановило но какие-то они блекленькие и все опять по новой настраивай поднастраивай ну честно говоря не очень мне это дело нравится но тем не менее с какой-то все-таки частью работы она справляется не буду сильно ее ругать вот мы находимся на седьмом разделе значит вот она тут заняла у нас вот столько-то места ну что я скажем так не очень доволен поэтому переформатирую все это дело вам показывал все это скажем так в качестве рабочего примера пока она тут суть додела ну вот пусть обновится все все закрываем департит теперь вот посмотрите пойдем вот сюда и вот здесь в тестовой папочке мы теперь сделаем снапшот мы уже сделали проверили все работает все нормально сюда же теперь проверим программку куты 5 я ее люблю она восстанавливает все один в один и очень корректно вот седьмой раздел я хочу сохранить все это дело на пятом разделе жесткого диска так вот в тестовой папочке разрешить перезапись разрешить сохранить сохранить 4 ядра 4 ядра ну и здесь я напишу mx 17 черточка 5 то есть 5 рабочих столов ну проверяем еще раз седьмой раздел тут все нормально все нормально ну сохраним и пусть она себе его сохраняет сохранит проверим как он работает но тем не менее вот у данного дистрибутива ну широчайшие возможности во первых создание изообраза при помощи которого вы можете свои сборки создавать и делиться ими со своими друзьями и знакомыми единственное вот не забывайте что если делаете для кого-то то делайте это сначала свою сборку на отдельном разделе жесткого диска без паролей чтобы никуда вы не заходили иначе сказать ваша сборка пойдет со всеми вашими паролями вашим знакомым поэтому значит программы ставить ставьте никуда не заходите не регистрируйтесь ничего не делайте тогда у вас будет хорошая нормальная сборочка с 5 рабочими там допустим вот как у меня сейчас столами но тут можете перекраивать там и панели что угодно и обои как вам нравится вот ну вот об этом скажем так обзаботьтесь и имеется мощнейшие такие программы как вот TimeShift и QT5 FS архивер который еще больше увеличивает надежность вашей операционной системы поэтому когда вы все сделаете настроите все под себя ну и так видим вот 75 гигабайт к этому разделу мы подсоединились все работает нормально интернет работает нормально все программы работают нормально что и требовалось собственно говоря доказать вот таким вот образом работает программа QT5 FS архивер то есть она восстановлит видите все один в один не так как TimeShift где там черт и что получается на экране бери опять по новой все настраивай поднастраивай тем не менее TimeShift имеет право на жизнь как говорится в процессе установки настройки там самых разных сборок значит как промежуточные этапы там можно с них перескакивать один на другой ну тоже хорошая штука вот ну ладно значит значит вот в данном видео я вам практически показал как все это дело создается как создается изообраз как он проверяется программу TimeShift программа QT5 FS Archiver мощнейшие программы для того чтобы сделать ваш значит вашу операционную систему неубиваемой вот практически это самое главное значит плюс очень малые размеры сборки поэтому значит весьма всем рекомендую еще раз напоминаю делайте для себя пожалуйста там можете заходить пароли заводить поставить там под пароль и на вход в систему это ваше дело делайте для других делайте все это дело на отдельном разделе жесткого диска и никаких там паролей никаких там ничего заводить не нужно вот и все ну ладно значит на всем я с вами прощаюсь желаю вам всего самого доброго ну могу что сказать хорошего об этом дистрибутиве вот удалось вывести сюда кнопочку значок установщика это раз затем значит форматирование флешки запись на флешку или запись на флешку прямо через программу файловый менеджер NEMA потому что родные его вот эти вот программулины не работают вот и все а так проблема решена значит практически у вас очень получается мощная такая операционная система быстрая и надежная ну надежность сами понимаете вот создание изо и создание на другом разделе архивных копий системы вот и все очень достойный конкурент linux mint очень достойный ну а насчет рабочих столов я тут вообще не говорю если mint решили кеды вообще откинуть то здесь вот в этой сборочке стоят ценамон кеды гном мэйд и xface выбирайте любой рабочий стол и на нем работайте ну ладно всего вам доброго и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...